В Нагорном Карабахе был Шалмяновский район. Нет, он был не в Нагорном Карабахе, это не Нагорный Карабах, нет, нет. Хорошо, хорошо, на мой взгляд, в Нагорном Карабахе. Видите, он лжет. Видите, он лжет. Премьер-министр только что отметил, что якобы Нагорный Карабах был передан Азербайджану по приказу Сталина. Это ошибка. Обратите еще раз внимание на решение Кавказского бюро июля 1921 года. Там говорится, оставить Нагорный Карабах в составе Азербайджана, а не передать. Если ему так не нравится Сталин, то странно, почему же ему так нравится Шаумян, потому что Шаумян был одним из большевиков. Он виновен в убийстве безвинных азербайджанцев. Сегодня же столица так называемой НКР названа в его честь. Возникает вопрос, если Нагорный Карабах древняя земля Армении, то почему у столицы нет древнего армянского наименования? Потому что древнее название столицы это Хан Кянди, что означает деревня Хана. А в Степанакерт он был переименован так, как Шаумяна звали Степан, а Керт означает город на армянском. Разве не так? Степанакерт связана с именем этого большевика. Это вновь свидетельствует о том, что на этих территориях нет никакого армянского исторического наследия. И возвращаясь к сказанному мной, очень важно понимать эти исторические аспекты для решения данного конфликта. Армянский народ уже самоопределился, у него есть государство. Мой совет таков, для своего второго самоопределения пусть найдут себе другое место, не в Азербайджане.